И все привет ребят, с мистер Рекки, здесь записываю новый ролик, сегодня видеоролик посвящен разговорной тематике, а именно анонсом нашего замечательного видеоблога и вообще анонсом, которые появляются у нас в четверг. Есть определенные интересные новости, которыми я бы хотел вместе с вами поделиться, но если вам подобного рода видеоролики нравятся, то обязательно не забывайте поддерживать их лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и конечно же не забывайте про розыгрыш, который прямо сейчас у нас имеется на канале на 2 миллиона кристаллов на 30 тысяч танков. Итоги которого будут к слову уже в эти выходные, для этого в настройках игры в аккаунтике устанавливайте муличный тег, тег, тимп, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Что же сегодня интересного хотелось бы мне обсудить вместе с вами, вышел у нас анонс танковый, да, и я уже записал видос, с которым можно ознакомиться на канале, также у нас были уже проблемы сегодня с непонятными додосами, да, я запустил стрим, решил поиграть, но меня практически сразу обломали, но вроде как сейчас игра у нас заработала, надеюсь, что она и будет работать и не будет у нас сейчас никаких проблем, но выглядело все максимально бесшансово и что-то мне подсказывает, что уже на день рождения нашей игры будут большие проблемы в этом плане, но надеюсь, что Орех уже что-то придумает на тот период времени и сумеет все это дело исправить. Но сегодня мы поговорим о анонсе видеоблога, который уже появился у нас на английской Википедии, ой, Википедии говорю, на английском как раз таки канале, и здесь есть интересные моментики. Первое, что у нас здесь появляется, это новый ивентовый батл пасс с новым Викинга Фризом, и если честно, по картинке выглядит как будто это еще один новый скин на Фриза и Викинга, соответственно, но, да, который, в принципе, и планировался, да, но показывался в видеоблоге, вчера я записывал в анонсе, и его можно было выбить из ультраконтейнеров, но здесь у нас все это дело показывается в виде ивентового батл пасса, это значит, что та самая линейка, которая была безумная на тестовом сервере, будет включать в себя как раз таки эти скины на Викинга Фриза, и это, конечно, не может меня не радовать. Также, что у нас еще будет интересного, скины выглядят просто нереально вкусно, нереально вкусно, мне прям очень сильно нравится то, как они выглядят. Дальше, появляются торты с голдами, все будет, все будет, расскажут про день рождения ТО, уже завтра вся информация будет по скидкам, по ивентам, когда чего стартует, вся информация уже завтра в видеоблоге у нас появится, ну и секретная партия, как и у нас было оно в последнее время, то есть это три подарка, из которых вам нужно выбрать один, и можно с одного этого подарка получить дополнительный себе приз, там была премка, если я не ошибаюсь, там коины и что-то там еще было, да, ну вы в комментариях можете, если что, написать. Поэтому в этом виде у нас все это дело и появится. Как-то так, в целом, очень интересно будет увидеть этот сам батл пасик с викинга фризом, потому что информации уже у нас на сегодняшний момент времени появилось много, да, и будет интересно посмотреть, как все это дело будет выглядеть. Насчет голдов, то они будут у нас, получается, по 14 тысяч кристаллов на сегодняшний момент времени, это не такая большая, наверное, цифра, если учитывать тот факт, что у нас падают мегаголды, но посмотрим на их чистоту. Если чистота будет хорошая, будет часто падать эти торты с тем гудком сирены, то я думаю, что в них будет тоже интерес. Ну и сама вот эта вот секретная портулечка, это бонусная вещь тоже, я думаю, что будет интересно. Пишите, что вы думаете по этому поводу, как вам такие интересные анонсы, что вы думаете по поводу секретной вечериночки, по поводу нового батл пасика, который можно будет зафармить, которому можно будет подлутать вкусненькие призы, ну и что вы думаете вообще по такому анонсу от разработчиков игры, которое уже завтра в видеоблоге все будет ясно и понятно. Пишите, что вы думаете, поддержите данный видос лайком, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны, но самое главное, это чтобы не было никаких додосов, никаких проблем. Тогда этот праздник и день рождения игры пройдут успешно, круто, контентово и безболезненно. Это самое главное, поэтому надеемся на то, что никаких проблем не будет. У меня, друзья, на этом все, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!